Привет, малыш! Ты уже готов вылезать или еще подумаешь? Он говорит, я еще подумаю. Так, малыша одного, который у нас уже вылез, мы его пересадим. Был такой злой, когда он родился. А теперь что, уже не злой? Да не против. Не особо злой. Такой хорошенький он. Сейчас мы тебя посадим в контейнер. Так, у меня уже все здесь готово. Давай, иди. Не стужить пока что. Вот так. Там укройте, поилка. Ну, как обычно все. Здесь все осматривается. Так, я его пока закрою. Сейчас будем скрывать остальные яйца. Итак, мы забираем яйца. Сейчас будем их скрывать остальные. Раз первый у нас появился, на свет малыш, он отсюда вышел. Вот, пустое яйцо. Это вот от того малыша. Сейчас мы скроем остальные. Значит так, начинаем скрывать яйца. Вот это пустое убираем. Никого здесь больше нет, он здесь. Так, и будем скрывать. По очереди, наверное, или без разницы. Смотрите, какое маленькое яйцо. А вон есть какое большое. Ну, какие разные. Вот такие разные яйца. Так, начнем с маленького. Это наш малыш. Вот он, наш малыш. Какой красивый голубенький. Мы вот так вот его оставим. Так, теперь возьмем большое для сравнения. Хотя разницы вообще нет, маленькое яйцо или большое. И малыши, кстати, там нет такой разницы, чтобы из маленького яйца вышел маленький малыш, из большого – большой. Нет. В большом просто сразу больше жидкости всякого. Так, сейчас мы откроем еще на яйцо. Это кровь от сосудов, которые, вот видите, сосуды. Они оплетают яйцо изнутри. Вот они. Не малыша мы режем, а сосудики. Они уже не нужны. То есть через эти сосуды малыш получает питание через пупок. Пупок у них зарастает, пока они сидят в яйце и не выходят. То есть примерно за первые сутки закрываются. Так что даже у змей есть пупок. Вот сосуд прям висит в жидкости. Мы показывали на прошлом видео, да, сосуды, когда просвечивали яйца. Вот. А здесь вот они. Вот как они выглядят. Прям болтаются просто так, сами по себе. Прикольно. Теперь берем большое яйцо. Такое с выростом таким. Мягко здесь мы отсоединяли яйца, и оно помягче здесь. Прям выпирает там под давлением все уже. Разрослось. Разросся малыш. Вот. Все такое. Польшое. Это пузико. Где-то тут пупок. Вон, видно, да, что еще пупок не закрыт. Вот. Он вверх животов. С одной стороны, точнее. Он вылезать, он еще не готов. Должен сошить пупок. Немножко-то надо будет подождать. Несколько деньков. То, ну, сам вылезет. Так. Продолжим. Длинное возьмем вот это вот. Сразу. И вскроем его. Посмотрим. Здесь тоже вот помягче. Место, которое... Так. Сразу так вот все выливается. Ну-ка, тихо, подвинься. Прямо место свободное появилось. Он сразу туда. Своим телом. Малыш. Спина тут. Тоже вот там вот животик с пупком. Вот он. Ему прям тесно. Сразу вот так пух. Ой. Не падай. Так. Теперь он сравнит, да, какой маленький. Яйцо. А есть ли там кто-нибудь? Надо проверить, есть ли там кто-нибудь. Ну, конечно же, есть. Потому что мы смотрели, все яйца просвечивали. Вот. У нас получился только... С этой кладки один. Не то, что не оплот, но он какой-то, да, странный был. Который яйцо испортилось. Вот вы можете посмотреть видео, где мы вскрываем яйцо, которое испортилось в процессе инкубации. Там в течение первого двух неделя оно испортилось. Вот. Чуть-чуть больше. Там как-то так примерно. Мы подождали немножко. Но яйцо стало покрываться плесенью. И мы решили посмотреть, что же внутри. Просветили. Там не обнаружилось ни сосудов, ничего. Мы там посмотрели. Переходите там по подсказке. Сверху. Так. Вот наш малыш. Тоже. Шоколад не вылез. Сейчас мы всех вскроем. Поставим обратно яйца в инкубатор. Так. Ну вот здесь опять место. Они когда растут. Оно тоньше. И поэтому оно больше двигаться может, чем вот плотная оболочка яйца. Вот. Вот в этом месте легче и надрез сделать. Кстати, запаха никакого нет от яиц. Они потому что живые. Поэтому здесь нет какой-то там запаха тухлятины. Или вообще какого-то неприятного. Не пахнет совершенно ничем. Это всё чистое. Можно даже сказать, что это всё стерильное. Потому что внутри яйца, если бы было не стерильно, то там бы всё испортилось как раз таки. Немножко неприятно в плане ощущений тактильного. Хотя каждому своё. Некоторым нравится слаймы. По мне так это мерзко. Вот. Ну, сейчас тоже мне не особо так что-то приятно. Вот. Но отвращения никакого нет. Там что-то всё чистое. Ну, я знаю, что там оно чистое, да. Ещё хотела заметить, почему мы вскрываем, да, в этот раз яйца. Что прошло уже больше двух месяцев инкубации. Я не далеко подождала. Потом думаю, что в принципе, ну, пора ему влезать. Поэтому мы вскрыли на пробу одно яйцо, посмотреть, что там, как малыш развивается. Оказалось, что он, в принципе, весь полностью готов. Вот который вот здесь вот, да, вылез. Вот. Ну, там ещё пупок был такой крупный. Ну, в смысле, вот это место ещё. Несколько дней прошло, и малыш уже появился на свет. И раз он уже вылез, то мы решили вскрывать все яйца. Вот. Зать больше мы не будем. Температуру в этот раз я держала чуть пониже. Не хотела делать высокую температуру. И я решила перестраховаться и не поднимать выше 28 градусов. Потому что если температура повышается выше 30, то уже возможны различные нарушения в развитии яиц. То есть там может всякое быть. И могут испортиться яйца в процессе инкубации, всякие дефекты вырождённые. Вот. И поэтому, чтобы не допустить такого развития событий, я сделала максимальную температуру дневную 28. То есть 27-28 у меня было днём. Ночью где-то 25-24-25. То есть чуть пониже температура. Видимо, с этим связано, что они чуть-чуть подольше развиваются. Но зато для полазиат вот этих, да, для них безопаснее, чтобы температура понижалась, чем чтобы она повышалась. Но там в инкубаторе в нашем мне понравилось, как держалась и температура хорошо держалась. Нам высокая не нужна была, поэтому у нас инкубатор был без этого утеплителя. Если, да, если надо будет ставить туда яйца питон, например, питонии, да, то, конечно, желательно сделать слой пенопласта вокруг, чтобы вот с тем же термошнуром, там можно уже и 32 сделать для питонов, к примеру. А для полазов такая температура не нужна. Вот. Перепадов там особых никаких нет. Сейчас весна тепло и вообще. Это у нас комната довольно тёплая. Вот. Ну, тоже ещё малыш посидит. Как и все остальные. Итак, вот мы последнее яйцо вскрыли. Вот тут малыш, мы увидим носик. Привет, носик. О, и язычок. Вот такой милый малыш. Привет, малыш. Ты уже готов вылизать или ещё подумаешь? Он говорит, я ещё подумаю. Пум. Вот такой. Всё, мы всё сделали. Теперь поставим обратно в инкубатор яйца. Вот. Малышок. Здесь ещё где-то мордашка была. Вот ещё одна мордашка. Ещё одна. Ой. Ай. Сейчас я засыплю накулитом. Вот ещё один носик. Милый носик. И нет. Оп. И нет. Всё. Надо ставить в инкубаторах и пусть они пока думают и решают. Итак. Яйца вставим в инкубатор обратно. Ещё. На ночь у нас отключалась температура. Всё. Тогда ждём выхода малышей. Это мы с ними вам. Скоро. Пусть пока. Сидят. Всем пока. И подписывайтесь на наш видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...